В Москве собрались представители общественных, государственных и религиозных организаций. 6 декабря состоялся Всероссийский форум НАСС – Национальный антинаркотический съезд. Руководители делились своими наработками, договаривались об обмене опытом и сотрудничестве. Речь шла о широком масштабе сплочения всех сил страны. Свою готовность помочь в борьбе с наркоманией высказали и студенты страны в лице Александра Филиппова. Мы, в свою очередь, готовы каким-то образом поделиться нашим опытом, поскольку мы действительно уже давно обучаем. У нас есть студенты, у нас есть слушатели высшей школы, у нас даже в детской академии Останкино есть пару человек, которые учатся, это совсем юные еще создания, попавшие в беду, бывшие наркоманы. Так вот, мы готовы поделиться опытом, да готовы даже возглавить союз или объединение, как хотите, вузов, школ, учебных заведений, которые готовы участвовать в этих революционных мероприятиях. По итогам съезда важный упор был сделан на консолидацию опыта и усилий всех организаций, имеющих отношение к работе с зависимыми. Общее объединение возможно в рамках новой организации – Национального антинаркотического союза, который должен стать надежной опорой ФСКН. Я знаю, что мое сердце, оно всегда, так как Юлия сказала, что мы есть выздоравливающие, мое сердце – это объединять те организации, находить их со всех концов нашей земли, может, к будущему земли, нашей России, и собирать и консолидировать эти усилия, чтобы страна видела результат. В ряды НАСС могут вступить не только реабилитационные центры, но и любые профильные и общественные или некоммерческие организации. Делегаты съезда поддержали идею создания союза, отметив, что помимо центра обмена опытом, союз станет хорошим фильтром, отсеивающим недобросовестные реабилитационные центры.